Всем привет! С вами Андрей. Решил сделать такое небольшое видео. Опять же, подписчики попросили рассказать, сколько что надо для путешествия. Есть несколько видов путешествий, вы сами знаете. Если у человека есть деньги, то он может выбрать любой отель с любыми удобствами, полупансион или только с завтраком, приехать, бросить машину на парковку, лежать целый день на пляже, все это входит в стоимость путевки, кушать, отдыхать, гулять, все. Но, сами понимаете, в наше время, сейчас не все имеют такие деньги, чтобы съездить в отель и отдохнуть. Это я скажу на своем опыте. В прошлом году мы были в Хорватии, отдыхали в отеле. После 10 дней на троих человек нам вышло 1700, полупансион. Отлично, все мне понравилось. Смотрел я в этом году отель этот же, куда мы хотели поехать. И цена 3600. 3600 для меня многовато, с учетом того, что я уже съездил в этом году. Весной был в марте на канюкулах в Польше. Мы отдыхали в отеле с бассейном, тоже завтрак, ужин, все в цену входило. В мае были в Чехии, 4 звезды отель, завтрак и ужин. И если бы еще в третий раз поехать, опять же, полупансион, ну для меня это, извините, ребят, я не потянул. И решили мы, конечно, это больше минусов, чем плюсов, ехать не в отель, а снять апартаменты в Хорватии, в городе Риека. Я все-таки выбрал квартиру со всеми удобствами, но немножко подальше от моря. Потому что для меня все-таки важнее комфорт. Квартира устроена очень хорошо, в каждой комнате имеются кондиционеры, новая кухня, мягкие кровати. Это очень важно при нашем возрасте, чтобы кровати были мягкие. Кстати, в отеле бывает даже в 4-звездочных отелях кровати, матрасы на них экономят. И они не очень такие хорошие, это я по себе знаю, потому что уже бывал не в одних отелях. Так вот, мебель вся новая в квартире, отличная, все удобства есть, стиралка, все кухонные принадлежности, все отлично. Вид классный на море. Единственное, минус это надо будет каждый раз выезжать на пляж. Но это, в принципе, я с этим смирился, потому что все-таки цена за 10 дней 860 евро. Это нормально. Пришлось прерваться, звонила дочь, спрашивала, где папа. А я иду к пляжу. Так вот, сами апартаменты очень мне понравились, все новое, очень комфортные условия. Единственный минус это поездка на пляж. Приходится каждый день минут 15-20 до 30 минут ездить на пляж. Мы выбираем разные пляжи, то есть каждый день новый пляж, это тоже неплохо. Хотя, нет, сегодня мы приехали на тот же пляж, где были до этого. Это второй раз, когда мы приехали на один и тот же пляж, нам понравился. Здесь пляж. Есть туалет, есть душевая, тут же переодеваться можно на пляже. Мелкий такой песочек, галька мелкая, плюс кафешки, все, пиццерия рядом. Отлично. Если вы решили сэкономить на отеле, то, конечно, апартаменты дешевле будут. Плюс, не забывайте, это поездка в магазин, закупка, это время стоит. Плюс готовка. То есть много минусов, но вы все-таки экономите по сравнению, чем в отеле. Опять же, я не говорю, что за всех кто-то имеет деньги, может поехать в отель и 10 дней за 3-600 отдохнуть. Вопросов не имею. Это для тех, наверное, видео, кто не имеет такие средства и хочет отдохнуть за меньшие деньги, понимаете? То есть в Хорватии есть отдых для разного, скажем так, сословия, где все включено. И до кемпинг-плац, то есть где можно приехать, машину оставить и платить там в день 50-70 евро. И иметь туалет в воду, если у кого-то свой прицеп, если дом на колесах. Я уже спустился к пляжу, сегодня выходные и сегодня много людей, так как все хотят отдохнуть. Парковки все полные. Конечно, можно было утром приехать пораньше и занять место, но так как мы в отпуске, мы просто отдыхаем и спим до поздна, скажем так. Так что, ребята, есть свои плюсы и минусы. У кого есть бюджет, конечно, могут ехать в отель отдыхать. Там парковка есть, все заплачено, лежаки, бассейн, еда. Но, сами понимаете, не каждый может заплатить такую сумму. Я все-таки решил немножко сэкономить, потому что хотим на обратном пути еще остановиться в Австрии. Вот. И поэтому мы взяли более такой вариант с апартаментами. Сами готовим. Иногда покупаем что-то готовую еду или входим в пиццерию. Ну, в зависимости, где мы отдыхаем, на каком пляже. Здесь мы уже покупали пиццу. 12 евро стоит. Большая, вкусная. В принципе, нормально по цене. И делают в печи сами вкуснее, чем в Германии. Но минусы есть. Это надо постоянно ездить, готовить. Но будет, конечно, дешевле, чем в отеле. Так что сам каждый решает. Ну и плюс, смотрите еще по цене. Надо смотреть, чтобы апартаменты были, допустим, не так далеко от магазина. Чтобы время не терять, искать, где продукты покупать. Чтобы все были рядом, допустим, основные. Там заправка, булочная, тот же пляж. Плюс были, конечно, при выборе апартаментов более близкие. И, скажем, расстояние до моря. Но чем ближе, тем дороже. Это раз. Но бывает так, что по цене дороже, но качество хуже. Сами апартаменты. Старая мебель, некачественная бытовая техника, жесткие кровати. Все это надо учитывать при заказе апартаментов. В принципе, по цене где-то вышло 860, плюс на еду пускай 500-600. Ну, в зависимости, кто как ест. Допустим, в ресторан сходить или в пиццерию мороженое туда-сюда. В принципе, полторы тысячи где-то рассчитывать надо на 10 дней. Где-то такая цена. Ну, кто-то, может, конечно, захочет не покупать продукты питания, а каждый день ходить в ресторан. Это будет примерно где-то в среднем на троих поесть за раз где-то от 50 до 70 евро в хорватском ресторане. Но, опять же, еда нам не сильно нравится, потому что это более такой немецкий вариант. Сейчас продают в Хорватии, все предлагают рестораны. Картошка фри и мясо в основном оно сухое. Там какие-то соусы и салаты греческие. Это вот основная такая категория еды, которую предлагают в Хорватии. Почему так? Потому что за многие десятилетия в Хорватию приезжают в основном туристы из Австрии и Германии. И вот они как раз этими приездами и поменяли блюда национальной Хорватии на любителя, скажу я так. Так что лучше, конечно, готовить самому, если есть желание. И уже каждый человек выбирает сам, как ему отдыхать и что кушать. Я советы не буду давать. Ну, скажу так, в полцены я уложился отдохнуть в Хорватии. Если бы я поехал в отель на 10 дней, то мне пришлось бы еще столько же накинуть. Но опять же, я бы просто лежал на пляже. А так я катаюсь на машине, плюс осмотрю разные достопримечательности и более свободен. То есть приедем вечером, значит у нас тогда-то будет ужин. А если бы в отеле отдыхали, то там ужин с определенного времени до какого-то времени. То есть надо в это время уже быть на ужине. А здесь более свободен. Приехал поздно, поел поздно. Пицца, которую можно купить не отходя от пляжа за 12,50. Дешево и сердито. И, кстати, эту пиццу готовят в печи на дровах, как и 100 лет назад. Очень вкусно и, в принципе, отлично. Такой перекус на пляже. На пляже продают такие куски с мясом. Можно тогда едно? Я с мясом. И даже хот-доки есть. Ну вот так за 5 евро можно купить хот-док, мини-пиццу с мясом. Сами делают. И я взял еще булочку с сыром и тоже с солями. Ну и плюс в воду это все вышло у меня 7 евро. В принципе, такой перекус, отлично, я скажу. Не надо никуда ехать, искать. Перекусил и можно дальше купаться. Так что, опять же, это, конечно, все-таки минус, чем плюс. Если бы вы отдыхали в отеле, где все включено. Ну, такие моменты, конечно, я вам осветить не могу. Потому что каждый выбирает отпуск, как ему провести сам, по своему бюджету. Мы вот выбрали такой отпуск в этом году. Потому что, опять же, я скажу, что бюджет не позволил нам взять отель. Но и, опять же, с другой стороны, я бы мог бы с натяжкой взять бы отель. Но хочется все-таки за эти деньги немножко больше развлечений. А не просто 10 дней отеля, да. Допустим, если вот как мы поехали в апартаменты, то есть мы практически полсуммы уже не платим за отель. Потому что 860 или 3600 разница есть. Плюс, окей, там на продукты потратили. Пускай до полторы тысячи вышло, да. Но на эти же деньги можно отдохнуть. В Австрии неплохо. Альпы, горный воздух. Но это тоже стоит того, чтобы где-то сэкономить. Так что мой вам совет. Выбирайте свое путешествие по вашему бюджету. Смотрите, где все-таки стоит экономить, а где не стоит экономить. Бывает так, что лучше немножко переплатить, но отдыхать с комфортом. То есть ушел, покушал, ушел. Все. У тебя есть свой лежак, есть парковка. Классно, конечно, так отдыхать. Но опять, если 10 дней около 4 тысяч, то можно задуматься, стоит ли так вот сделать или нет. Так что это, наверное, видео для тех, кто все-таки пока ездит своим ходом в Хорватию, снимает апартаменты и отдыхает, скажем, не все включено. Так что такое видео записал для вас. С вами был Андрей. Всем пока.